с вами даша виноградова вы на канале дофинчи всем привет значит сегодня у нас будут опять да да опять будут губы но сегодня это будет не обычная губы они будут с языком виде клубники я нарисовала на листочке себе такие губки нарисовала зубы нарисовала вот такой язычок ну на рисунке не совсем видно что он будет в виде клубники но дальше уже будет понятно сегодня я внутреннюю внутреннюю часть рта буду делать черный обычно я ее делала более натурального цвета но сейчас хочу попробовать черный посмотреть как будет это смотреться если внутри все будет такое темное я раскатала пласт толщиной 2 миллиметра и этот пласт послужит сейчас за основу я подобное видео уже снимала но если вы не смотрели видео с губами и малиной то в принципе здесь в этом видео вы увидите тоже все полезные советы и я вам здесь все расскажу я расчерчиваю тонкой иголкой на себе примерные контуры ну то есть где у меня будут губы заканчиваться края где будут зубы так будет удобнее работать на черном фоне у меня потом это все останется и я буду приметно знать расположение и вырезаю контур таким ножиком очень удобно и рекомендую и и и и Субтитры подогнал «Симон» Вот на просвете можно было увидеть, как видно зубы и как видно контургут. Сейчас буду делать зубы. Толщина на паста-машине максимальная. 2-3 мм. Наверное, 2,5 мм. Прикладываю рисунок свой. И расчерчиваю зубы. Очень удобно. При этом все пропорции соблюдаются. Чтобы нигде не прогадать, рекомендую очень рисовать сначала на бумаге, а потом вот таким вот способом, способом выдавливания, скажем так, продавливания, наносить вот эти контуры на глину. Очень упрощает работу. И далее зубки вырезаю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» С помощью силиконовой кисти я утончаю края зубов, так как они у нас идут ближе к деснам, более широкие, ближе уже к краю. Они идут более зауженные, такие острые. И с помощью силиконовой кисти это очень легко сделать. Я потеряла где-то свое второе стеклышко рабочее, поэтому мне приходится работать на одном стекле вместе с черной, длинной и белой. С помощью силиконовой кисти я еще немножечко смягчаю вот эти вот углы между зубами, которые я делала надрез для того, чтобы они были более такими плавными и не слишком острыми. Субтитры подогнал «Симон» Ну, в принципе, вот зубы готовы. Обязательно делаем эту десенку внутреннюю, которая даст зубам такой объем, скажем так, чтобы они не лежали на плоскости, то есть на черной глине, чтобы они были немножечко слегка приподняты. Делаем вот такую десенку я им взяла. Обязательно смотрим, чтобы зубы у нас не торчали как бы вперед, не выдвигались, не смотрели внутрь рта, чтобы они были ровно, красиво лежали и чтобы потом нам понравилась наша работа, чтобы эффект был вау. И запекаться отправляем. Запекаете свою полимерную глину при той температуре, которая указана на упаковке, потому что полимерная глина она разная, производитель разный, и каждый производитель устанавливает свою температуру, свою инструкцию, скажем так, пишет, по которой вы работаете. Так как губы у меня будут красные, и язык в виде клубники тоже будет красный, мне нужно, чтобы все-таки это все не слилось в один цвет, и я решила сами губы сделать более темного красного цвета. Клубника она будет яркая, такая яркая-яркая, а губы они будут более темные, и плюс тонировка по контуру губ черной сухой пастелью, и будет эффект тот, что надо. Укладываю верхнюю губу. И, как обычно, с помощью силиконовой кисти я делаю нахлёст из красной глины на черную. Силиконовой кистью это идеально удобно сделать. Доводим глину до стёклышка, и всё. Тем самым закрываем черный цвет, и у нас получается полноценная красивая губка. С этим ножичком я прохожусь для того, чтобы загладить края. Какие-то миллиметры, там полумиллиметры выступающей глины, такими движениями ножа, они сглаживаются. Жидкостью для снятия лака и ватным спонжиком вытираю свои отпечатки пальцев, потому что их много, я прижимала глину. И надо вытереть сейчас, особенно там ближе к зубам, потому что когда я расположу нижнюю губу, мне тяжело будет подобраться туда спонжиком ватным, и отпечатки пальцев могут так и остаться. Поэтому лучше сразу их убрать, и потом приступить уже к нижней губе. С нижней губой делаю то же самое, что и с верхней. Делаю наклёст с помощью силиконовой кисти. Теперь тонировка. Вот такую пушистую кисть, кстати, я заказывала на Алиэкспресс. Цена её что-то около 40 центов. Она двухсторонняя, но вторая сторона она такая более плотная и суженая немножечко, она такая как приплеснутая кисть. А это именно пушистая, и тонировка очень классная с помощью этой кисти. Поэтому рекомендую, если вам не успеху, можете заказать себе на Алиэкспресс такие кисти, и вас они точно обрадуют. Как обычно, по чуть-чуть в сухую пастель мака, вернее обтираю в сухую пастель. Много лишней чёрной пастели на кисточке не будет. Поэтому такой эффект аккуратный получается. Ну и заодно ещё совет. Если вдруг вы решили не запекать, например, зубы, а сразу начать работать с губами, белые зубы, если будете работать особенно с тонировкой, тёмной, да и вообще с любой, обязательно белая пластика припылится. Даже если вам покажется, что вы её и не касались, она запачкается. Поэтому если вам предстоит тонировка с сухой пастелью, и у вас есть, например, где-то какая-то белая часть, не важно, пусть это будет любое другое изделие. Белая часть из незапечённой белой глины, знайте, что она запачкается. Поэтому, ну как-то надо продумывать заранее, чтобы уже белая пластика была запечена к моменту, когда вы подойдёте к тонировке. Иначе ваше изделие просто будет испорчено. И делаем сейчас язык, я языки никогда не лепила, это мой первый опыт, но я представляю, какой он должен быть, знаю, каким я хочу его видеть. Утончаем немножко края, утончаем кончик, потому что кончик языка, он такой тоньше, чем весь основной язык. Мне он кажется большим, было делать немножко меньше. Хотя изначально я думала, что он у меня будет прям выходить за губы. Но сейчас мне кажется, что это будет не очень красиво. Пусть он будет лучше небольшой, такой аккуратненький, но с изюминкой клубничной. КОНЕЦ Теперь мне нужно аккуратненько прижать там язык, чтобы не нарушить его целостность, его форму, и в то же время, чтобы он был там прижат, чтобы он не выглядел как вставленный просто, чтобы всё по максимуму нейтрально смотрелось. Но всё-таки я думаю, что внутреннюю часть рта нужно делать натурального цвета. Мне в принципе нравится чёрный, я чуть-чуть перетонировала вначале язык там, чтобы он натурально смотрелся как будто, ну он же внутри рта находится, поэтому он в тёмном месте, и он более тёмный, чем снаружи на свет ходит. Вот, я его, видите, слегка претонировала, и этот выход получился более плавный. Делаем обязательно вот эту луночку снизу языка. Она идёт ровно к кончику и идёт по центру языка. Смотрите, чтобы она у вас была именно по центру, чтобы никуда не сместилась, иначе будет смотреться непонятно. Затираю отпечатки пальцев. Это мой самодельный инструмент из ненужной глины, из иголочки. И я буду делать вот эти маленькие луночки, где находятся семена клубники. Я сначала думала эти семена вручную скатать в маленькие шарики, даже не шарики, а такие каплевидные формы, капельки вот такие вот. Но потом подумала, что ну слишком они маленькие должны быть, потому что ну остриё иголочки, и чтобы туда загнать шарик, очень кропотливая работа, и я не знаю, оправдана ли она. Я решила этого не делать. Но вы, если хотите, можете попробовать. Если у вас есть время, терпение, то можно и накатать в таких маленьких семян. Обязательно прорабатываем везде эти ямочки. Не забываем, что у нас со всех сторон. Их должно быть видно, поэтому я их располагаю приблизительно в шахматном порядке, то есть первый ряд, который был ближе к губам, я сделала, и потом дальше в шахматном порядке, но единственное с сужением, потому что края языка этих семян будет больше. Ну как и у клубники. К низу клубнички обычно семян намного больше, чем в начале, там больше такое скопление. Я запекла губы, запекла язык, беру акриловую краску, цвет охра, он такой горчичный, и беру белый немного цвет, потому что слишком он такой горчичный, мне хочется немножко посветлее. Желтый не стала брать, слишком ярко было бы, а вот с охрой еще слегка разведенная белая краска, идеально получается. такая тоненькая у меня кисточка, и теперь буду заполнять эти маленькие луночки краской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диск смоченный жидкостью для снятия лака И прохожусь поверх языка, вытирая все излишки желтой краски, которая вышла за границей Ну то есть вы можете не переживать Потом аккуратненько вы это все уберете и посмотрите как это все получается Мои стандартные застежки Я им пользуюсь, они мне нравятся Сейчас делаем заднюю часть Субтитры сделал DimaTorzok Придавливаю джинсовой тканью, чтобы осталась вот эта текстура интересная Можно было перед этим пласт красной глины прокатать через пасту машину С помощью, вместе с джинсовой тканью Я не стала этого делать, я вот аккуратно прижимаю с ее помощью глину И отпечатывается текстура, ну достаточно нормально и интересно получается Главное, что это не отпечатки пальцев Отпечатки пальцев обычно смотрятся на изделие не очень аккуратно А тут все в принципе отлично Для такой красивости и завершенного вида Пройдусь черной сухой пастелью по краю Чтобы сзади гармонично смотрелось, как и впереди Мой FIMO лак, глянец Покрываю слой, даю высыхать Еще слой опять высыхает Третий слой высыхает Отправляю в печь на 15-20 минут При 120 градусах Идеальный блеск Идеально носится, идеально держится Блестит при любой погоде Спасибо, что смотрите мои мастер-классы Спасибо вам за обратную связь Спасибо, что просите меня снимать что-то новое В следующем мастер-классе, наверное, будет обзор паста машины Я покажу, как ее разобрать Как ее собрать Разборка обычно производится для того, чтобы почистить ее Потому что она пачкается от глины Поэтому оставайтесь со мной Ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы меня не потерять Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok